Так, все, стоп-старт сделан, ребят. Сейчас я посмотрю там на удалить запись, потому что это 20 минут просто в никуда запись, чтобы она не мешалась. Так, секунду. Так, ГФХВР, привет. Здорово всем, ребят. Побегал сегодня фулл, а чего-то 2 на 2 турнир. Только единственное, сейчас надо делать стоп-старт было и поставить задержку. Вот я у вас скоро появлюсь, ждите. Точнее, не ждите, уже когда я буду говорить, он у вас уже стримбует. Соответственно. Покажу вам сетку и сейчас будем выбирать пару, короче, куда ворваться. Соответственно. Вот так. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Блин, чё происходит-то вообще? Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну ждём начала, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Так, не знаю, выйдет ли касса с группы, мне сложно. Блин, ну вот откуда карты вот эти берутся, ё-моё, а? Которые криво отображаются. И почему они криво отображаются, чёрт побери? Как братка с Димагой здесь ставить теперь? Я хз, короче, ребят. Команда просто выглядит браток Димага и Мефисто и Бас. Сложно сказать, выйдет ли касса. Вообще-то там у него такие мощные оппоненты в этой группе. Последний. Просто жесть какая-то. Ким Маса, Пили-Пили, Джон Сноу. Ну такие, да, будут тяжело. Но может выйти, может выйти. В топ-3-то попасть уже. Стримимом поздно слишком, они начинают 22. Я думал, что в 13.00 будет стандартная сегодня группа, потом 2. Постримлю группу, потом 2 на 2 и свободен. А здесь такая хрень, короче, так поздно всё начинается. Так, дядька, сейчас я твич ещё раз проверю, что там к чему. Текстолс повыше поставлю. Спасибо всем за поддержку. Костя, вот восьмое, да. Да, я вот тоже думаю, что, блин, надо было врегиться. В призы можно попасть. Ну надо, ну, не знаю. С кем-нибудь силен я мог попасть в призы. Я так думаю. Ну да ладно, чё, теперь уже поздно, короче. Думайте, я вообще пришёл к его. Ну, то есть. У меня там с утра надо было встать, отдать. Мольберт Машин там приехать должны были домой. Мы там, ну, чтобы порисовали. Потом просто лёг опять спать, только к двуму опять очухался. Ну, как к двуму, по второму пока сюда пришёл. Клан начал по лаут бегать и чё-то. Уже даже и не думал ни о чём, в принципе, я. О том, чтобы чё-то тут играть, не играть. Короче, ребят, Демага, браток и Мефисто, бас. Пока развиваются, вроде неплохо. А, они два опроца, всё ясно. А Демага с братком агрессивненький просто... У них просто геликолинги, посмотрите, кстати. Просто геликолинги с передропом, по-моему, и с врывом. Это очень наглый билд, я думаю. Я не думаю, точнее, что это очень наглый билд. Раньше их не было так рано, и было проще. Теперь против передропов, ну, крайне сложно биться вообще. Так, здесь что-то всё пройдёт. Вот здесь браток циклона. А это чё за херня прилетела? Посмотрите. Чё это, блядь, за хрень? Это оракулы, ребят, оказывается. Так, Демага грызёт мейнми базу. База вступает. Здесь какой-то сталкер вылез. Под батарейки пока держится. Энергия кончится. Батарейки сталкер минус. Собаки налетели, набежали, окружили. Это 1-0, походу, ребята. Гэ-гэ-гэ-гэ. Вообще дичь какая-то творится. Такими темпами у нас быстро турнир пройдёт. Продолжение следует... 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 Так... а муха не по командам, они распределены, блин. Я извиняюсь, сейчас я... Ну а смысл куда-то сюда счёт встать? Не люблю я этот интерфейс, не люблю я вот в этом плане 2.0 на 2.0, что на некоторых картах почему-то вот... Ну и как поменять, я без понятия вообще. Ну и чтоб местами они поменялись, с ним нельзя никак поменять, к сожалению. Так, ребята, а как цвета менять, кстати говоря, чтобы красный и жёлтый были, я вот тоже забыл, может это поможет, хотя нет, наверное, помню, что это тоже не помогает обычно. Ну в общем, в любом случае буду так, озвучивать вам димага с братком 1.0 ведёт, сюда не просто, я пишу тут Мефисто с базовым по центру, а димага с братком раскинуты оказались. Чё у димага за команды, кстати, димага вообще, что это такое? Ну что, 2 на 2, смотрю, значительно агрессивнее стало, чем, наверное, годом ранее и про прошлый год начали использовать передропы лингов очень-очень сильно зерги. То есть требуется контроль, но с другой стороны, если этого всего ждать, грамотно по оборону распределять, то это можно всё отбивать достаточно легко, как мне кажется. Ну как и в 1 на 1, у двоих-то человек ещё больше сил, то есть главное, основное направление сдержать, отбить эту хрень и прийти сюда, стянуться, как бы отбиться. Ну, двум протцам тяжеловато, хотя раньше два протца, в принципе, было нормальное, как бы, такая, играбельно было двумя протцами. Так, с пробочкой минус. Ну что, вратка рипер получается, в факту, в реактор, то есть гелики будут, два газа добываются и ццех строится, а здесь ранний лэйр с хаты вообще. Так. Так, ну что, нижний полуфинал готов, подождут меня, я думаю, там они. Летает вратком рипером тут в целую. У Мефисто, ну вот удар-то мог бы один сделать. Или тут на два оставалось? Вроде как. Хух. Нет, да, на два удара оставалось. Не хватило бы. Дамага. Второй старгейт у Мефисто, вон он пошел. Здесь роба у база. Опять рипер улетает. Где сталкер-то пользует? Наконец-то убит рипер, оказывается. Ну в этот раз удалось донять базу, Мефисто базу. Мефисто рабочих, как у демаги, это хорошо, конечно, вообще. Ну да, Маколан, в этом весе бред. В продакшене по командам, а здесь почему-то, ну и как их перекинуть? То есть это уже, я не знаю, может, конечно, есть, надо полистать. У меня есть закладка, где геймхарт на форуме, там, ну, тема, где человек его делает, где он его обновляет. Но, я вроде качал, ну хотя я давно уже последние версии качал, а не во всех версиях, вот 2 на 2 во всех версиях такая херь была. Может, он просто 2 на 2 и не занимается этим особо. 1 на 1-то там, ну, фиксит все быстро, оперативно, а вот 2 на 2 как-то так себе в этом плане. так, феникс прилетели, 2 прилетели, улетели, 1 на 2-3 хп потерял все поля, понятное дело, он здесь кривой контроль был достаточно здесь. Братка уже 3-й цеха, туреток нет, нифига нет, вообще нагловато, я бы сказал, это очень. все, что есть, 4 циклона получается. у фениксу достается от циклонов, не слабо. Ну, фениксы очень быстрые, юниты, поэтому они прорываются, естественно, вылетают быстро из циклоновского захвата, у демаги караптеры, ребята, у братка мех, циклоны, плюс что-то с слабой будет, торы, наверное. Ну, браток, туретку одну-то надо было построить, мне кажется. Здесь пора уже, мне кажется, с фениксов съезжать, переходить к какой-то армаду, может, я не знаю, ни третий, ни цуторку не делать. Демага с братком быстрее, базы намного быстрее занимают, просто это очень плохо, конечно же, для их оппонентов. Ну, вот браток, туреток нет, вот, вот это уже другой расклад. Так хоть, хоть какой-то урон прилететь, нанести. Правая энергия кончилась, сейчас новый феникс только подоспели и вот поднахарасили. Ну, так, рабочих на 10, ну, не на 10, наверное, на 8-е где-то братку поменьше сделал сейчас Мефисто. Летает, у него 54 пробки, это много. Флитбикон, сейчас крилочки пошли, карлеров надо делать, карлеры, грелки, второму протцу землю тогда просто масить, как бы, и ставить, вот здесь, вот и тут, понимаете, когда 2 на 2, оно либо сверхагрессивное, либо стояние такое, с харассом, то есть, что здесь зеленый, армию зачем делать, не понимаем, ему уже 3-й нексус, надо было сразу, как вот брал фиолетовый, сразу и этот, чтобы взял бы. То есть, он сейчас отстает очень сильно, и он так и будет отставать, он, но от него толку мало. А взял бы 3-й пораньше, говнище на земле, как на масел, там фениксы, грелки, карлеры, а тут земля просто, и попробуй возьми, то есть, что ты делал, со штормом особенно, со штормом, у одного армада, у другого шторм с землей, там какой-нибудь. Это хорошо, архоны там всякие. Тут даже мехом, здесь жил бы, вот имморталы там, не знаю, да и просто мясо. Так, у вратка циклон, захватать на циклонов готов, типа, появились какие-то лазерные наведения, там у них непонятное. Так, ребят, через микропроведение, это, хух, вообще, я очень дую. Заходу-ка я, наглухо, все, у нас похолодание, тут такое, неслухо, не дико жесткое, не дико холодно, ну так, минус 3, после плюс 5, плюс 4, до этого как-то, разница ощущается, минус 3,5 сейчас. Так, у демаги караптеров, тут пачугу вообще конкретно, я скажу. Минус грелка. Наглую демага, есть, конечно, просто. Фу, Феникс получил, сколько демоджа. Видишь, Феникс, ты у них жирный достаточно, а улетел просто в секунду. Ну, кстати, есть вариант, знаете, какой игры? Когда... Так, демага решил Nexus. У-у-у-у-у. Это минус Nexus, ребят. Есть вариант, какой, ё-моё, караптера, как больно. Просто вот Фиолетовый идет в армаду с грейдами А зеленый ему скидывает газ Там и ресы необходимые просто Демаг залетает, нагрелок Куда, блин Разогрев рубил, улетать уже не вариант Просто вот в чем прикол Тут уже какой-то беспредел Полный начался, фруктовый Демага летает, демага Сыт на нексусы просто На все вообще Даже Не стесняясь, просто ничего Стал под сталкерами прямо Сталкеры забомбили немало Караптеров, штучки 4 А то и 5 сейчас резали Но толку-то от этого нет никакого особо Еще фениксы падают Может братку уже стоит прийти? Да, браток... А, это карта, это, блин, бесячая Я помню, играли мы с Димой Вы помните, наверное, 2 на 2 АФП я стримил недавно Тяжело на этой карте играть То есть, если здесь оппоненты Ну, Ксилнагу законтролят Вот здесь тиран засиджится Просто он все направления контролит Выйти просто тяжелее Тяжело становится Так, Карри первый выходит Карри сразу же и уходит Первые на металлолом Зерги сдают его Демага Так, снизу сиджатся танки Колосс это иллюзия Караптеры заливают ФПСов пятна Ха-мой, даже на моем компе, блин, просто Хотя вроде просто Но Это было сильно Интересно, что за ком нужно, чтобы в Старкрафте Там 4 на 4 Или Точнее 2 на 2 А тем более 4 на 4 Гаут 200 лимитов Вообще не лагало ничего Это жесть Очень живет много Проштину Там просто только 2 ядра поддерживаются По-моему, насколько я помню Так, снизу Так, прыгаю к ЛЗ Полуфинала будет сейчас уже начинаться, ребят Че-то тормозит картинку Как, наверное, пшппс Чирик Так, прыгаю к ЛЗ 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 Все, я уже здесь давно, задержка же стоит. Короче, я уже в полуфинале, Юр. Короче, полуфинал Бёрнинг ЛЗ против Скиллоса Хеллрейзера, Хеллрейзер с Эргами, серьезно что ли? Я думал, они два Прокса. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, молнии бьют. Страшно как-то прямо даже стало. А вот тут и нормально команды, смотрите, расположены. Скиллос Хеллрейзером... Да, это жестко Хеллрейзер, Никитос, это Скиллос. Снизу правильно распределены. А Бёрнинг ЛЗ сверху. Карта Затопленный Город. Что тут затоплено у нас? Все к херам затоплено. Смотрите, сколько воды. А что это не затопило? Это не затопило. Вон домишки всякие. Так, гигантская карта. В карманах здесь два золота. На этой карте стоит снизу. Обычные базы, соответственно, ребят. Полуфинал у нас номер один. Решили мы, что параллельно будем стримить, чтобы игроков не задерживать. Женя в Magic Streamе другой. Братка Димаги против Команды. Там, кстати, какую команду, сейчас я озвучу вам. Два на два туры называется команда. Макасима и Никита 915 там играют. Короче, не знаю, с какого они сопротивления смогут оказать. Я угорел, что никнеймы прикольные у нас постоянно. Не знаю, какое сопротивление Димаги смогут оказать. Они с братком, конечно же, ребят. Но будем надеяться, что смогут какое-то. Просто скилловая какая-то кибернетка снизу. Не знаю, зачем она здесь. Молнии нет. Надо сделать, чтобы вот на картах просто вот эти молнии все дамаг, блин, наносили. Наши войска атакованы. Так, всех приветствую, ребят. Сегодня ОСЦ турнир в 10 часов вечера. Там группа Дэк, где Кас играет и пили-пили. Блин, я хочу постримить, но не знаю. Я не уверен, буду ли я стримить. Я просто подустал. Я надеюсь, понимание с вашей стороны будет в этом плане. Как бы может кто-то другой застримит. Не знаю, сегодня. Но пока я до конца не решил, короче, ребят. Но за 5 дней мне уже хочется хоть один вечер отдохнуть. А то сижу по КД стримлю. Завтра тем более ОСЦ. Это опять будет как-то вот. Вот, надо смотреть его будет днем. В итоге 13-0, по-моему, там начало. Это тут получше расклад, как я понимаю. Так, Бёрнинг плюс ЛЗ приходят Скилусу и... Скилусу и Хеллрейзеру они приходят, ребят. Два елика, два циклона плюс совак. Мас как бы все это бежит вперед. ГГ пишет Хеллрейзер, ребят. Что за игры-то сегодня такие 2 на 2 дикие? Ну, а я вам напоминаю, что подарки больше не надо дарить. Все, конкурс закончен. Я на первом месте. 4 пятерочки. Жаль, не 4 топора и не 5 пятерочек получил вообще. Ну, а поддерживать, подписываться на время, отключая блоки, вы можете на изящих просто, меня и мой канал. И к всем, кто так делает, громадный респект. И к всем, кто так делает. И к всем, кто так делает. Нет, так а я ни сколько, ни с чем мне толку в 10 начинаю. Если в 10 начинать, то я уж все смогу. То есть я либо раньше закончу, либо нахрен. Слушай, я теперь беру свои слова назад. Я в скайпе написал, Юрий, Женя, что-то бой 7 финал, это перебор я написал. Но я смотрю, что бой 7 финал, по-моему, нормально будет. Будет вообще, а если такие игры все будут, так мы уже через час закончим, я не знаю, вместе с финалом. Ладно, шучу, лишь не вместе с финалом, но закончим. Так, рекламу пильнул, спасибо всем. Опа, 55555, коррекция администратором. Коррекция администратором это называется, вот как это называется. Нормально, че. Спасибо за поздравления. Ну, давно понятно было. На просто ТОП-18 было попасть, но я вам челлендж поставил. Просто первое занятие было, неважно, как бы, но, видите, получилось. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Так, ну у скиллоса третья, Hellraiser золото тут ставит. Тут вся надежда на скиллоса, у Протсов, конечно, у него экономика сильнее намного. Так, 10 циклона, чисто циклона Гелионы, а чё у ЛЗ? А, у ЛЗ ЛЮРКЕРДЕН, вот это эти... Кстати, Люра союзников во втором старике дамажит вообще? Своих, понятно, как их первым не дамажит. А вот союзников, например, в 2 на 2 в первом она дамажила и не слабо. То есть нужно это было учитывать, в смысле так же, как и своих юнитов. Банша прилетела от Бёрлинга напрягать. Здесь тоже Банша. Да, ну здесь батарейка была, но кончилась уже энергия. Сколько она наубивала? 7 рабочих, кстати, наубивала она. У Филрейдера серьезнейшие проблемы. Здесь Банша летает, напрягает. Сейчас энергия у него кончится, кстати, сныкалась. Улетела без энергии. Здесь новенькая с энергией. Пошли. Так, уходите на карьеры с двух бас. Он решил карьеров настроить? Я чуть не понимаю. Так, привиленчик. Все, наконец Банша будет уничтожена. Рабочие пытаются уйти. Ушли. Здесь много гидролингов. Здесь холба от циклона вообще. Можно и нужно, мне кажется, камень. Хотя, чё они-то камень заблочились? Вообще решили засесть здесь. Банша успела в Ленвис уйти. Лишних несколько страдал сделать, а на нее один удар остался. Здесь карьеры выходят и опять Банша. Филрейдер вообще всю игру что-то бомжует. Потери у него выше всего. 3300, да, получается? Да. АЛЗ со своим напарником выдвигаются вперед, как вы видите. Сталкерами надо бы куда-то униться. А ничего не униться-то, блин. Пора уходить с киллосу нафиг на хайграунд. Два сталкера уже не смогли этого сделать. Колоссов нет. Здесь вообще одни сталкера. Вот этот микс сталкеров просто уничтожит. Кван. Это же очевидный момент абсолютно. Люра выкапывается дальше на хг. Лезет от Люра. Ревелейшн на Люру пошел. Ну а Толку-то от этого ревелейшна, если убить, то все равно никак не убить ее. Прилетают два карьера. А Толку от них, если они едва ничего здесь не изменят, к сожалению. Нет, Толк есть, но двух мало, явно. Короче, это похоже, что 2-0. ЛЗ с Бёрнингом сейчас сделают и... Нет, смотрите, союзников Люра не дамажит во втором старике. Жесть. Танки с Люрой против сталкеров. Прикиньте, сталкерами танки с Люрой голыми убивать. Ну это же вообще извращение просто какое-то. Темпис-то 2, но они уж тоже ничего не сделают. Дарки есть. Дарки могут что-то сделать, но у тирана должны на такой стадии сканивать. Видите, сколько у него бас. Скан минус Дарки. Притягивают ЛЗ карьеров, а что-то убивать особо не нужно. Хотя, неко, Раптеры есть, нормально всё. Ну всё, карьеров решился в Hellraiser. ЛЗ чё-то их тянет туда. Ну к тирана юнит там хоть ближе подтягивает, а так-то ухвалат. У Скиллоса потеряно больше, чем у ЛЗ с Бёрнингом вместе взятых. 18 с лишним, почти 19к. А там 8.9, то есть 17 на двоих потеряно. Только подумайте. «Лзима вот и правоти Грабибрь» «Ас quê?» «Ас allen, подвертие visiting Print God. Приentre meticulous ещё еще, Продолжение следует... 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 Ну что-то не готов был скилл с хеллрейзером к страткам лз жестким с бёрнингом, по-моему, вообще Они сверх агрессивно играли, это-то и зарешало в итоге Сокера падают, всё падает, дарк, конечно, режет здесь по чуть-чуть, но Солку мало там врывается, собак много вообще Это жёстенько было, ребят, 3-0 Ну что, димагу ждём Я куда-то успел даже Ну что, димагу ждём Димагу ждём Димагу ждём Димагу ждём Так, вот и димага с братком Кстати, нормально появились Так, рекламу пилю, братка, димагу Смотрим сразу сейчас, секундочку Подождите Сейчас я прийду через секунду буквально Димагу ждём Димагу ждём Димагу ждём Димагу ждём Димагу ждём Так, чё, я здесь? Ребят, погнали Димага ведёт, говорят, с братком Мэжик 1-0 И вот я как раз смотрю на димагу И на братка Братка Мастриперы У димаги 17 хатагас пул Похоже, что... Оооо, смотри, здесь Роуч Ворон с мэйна А ведь эти товарищи Квалификацию прошли Ну, смотря как они играют Мне кажется, что лига здесь Явно не очень высокая Поэтому димага с братком Видимо, побыстрее хотят Эту игру закончить На такое ощущение ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Либо там в виде лиги какой-то делать, надо было, чтобы постоянно играли как бы 2 на 2 и был ажиотаж. Либо, соответственно, сейчас заново просто на этот призовой создавать рекламу, короче говоря, и новых, ну, чтобы команд побольше пришло. Ну, в общем-то, сюда очевидно. Лучше это не дело, такие полуфиналы, вот как это, конечно, играть. Ну, что делать-то? Ну, финал будем надеяться, ЛЗ с товарищем Бёрнингом нормально, и Димага, браток, отыграют. Продолжение следует... 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 Ну всё, наконец-то. Наверное, стенка падает. Розу рочировали. Всё нормально. Никого не разочаровали. Игры получились. Просто огонь. Где рипер-то изначально? Вот мне интересно, сколько он у нас трик-то в итоге. Ладно, не увидим рипера. Ну когда вот у вас тот момент был, когда тебе мешал, сколько килов, у него 12 было. А в конце не знаю, сколько. Короче, финал сейчас будет. Сейчас я приду, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Сейчас приду, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, вернулся к вам, ребят. Финал у нас на горизонте. Дашь переменную сейчас, что финал. Продолжение следует... Здорово всем, ребят. Здорово всем. Рекламу надо пилинуть. Да, пилину рекламу. Помните про злоки? Поддержите мой канал. За подарки всем грамотно. Спасибо. Кончился конкурс вообще. Вот. В топ-18 попал. Продолжение следует... Продолжение следует... Так. Так. Ну что, получилось у нас так, что четвертьфинал был прикольный полуфинал, потому что народа, ну, по крайней мере, в верхней сетке народа меньше было. В нижней этой сетке нормальный был полуфинал, скиллы с Эхилрейза против Элзэс с Бёрнингом бились. Ну, Элзэс с Бёрнингом, правда, 3-0 их одолели. Достаточно легко. О, наверное, сыграно. А они, не знаю. Может, просто два не зашли. Может, какие-то другие еще причины. Этому были мне сложно сказать, ребят. Так, не понял. Пили-пили закончился Старкрафтом. Где это такое? Понятно. Ну, значит, на ОСС сегодня будет он вообще играть или нет? Похоже, его заменить могут, значит. Зря он так со Старкрафтом тяжело так просто взять и закончить, конечно, но можно попытаться. Ну, что, бой 7, финал у нас. Ну, все, погняли. Элзэ Бёрнинг против братка Демаги. Так, в этот раз, смотрите, на этой карте нормально расположились команды. браток Демага против Элзэ Бёрнингас. Детский мобильный смех. Статью визов написал. Да, я видел, что статью визов написал. Да что-то нет времени потерять. Почитать, точнее. Продолжение следует... 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 Два на два смотрим. Финал турнира уже, ребят, как вы понимаете. Конечно, так себе этот турнир сегодня прошёл. В том плане, что команд было мало и организовалось всё как-то странно в итоге. Надо было, мне кажется, подождать немножечко. Но решили сейчас сегодня пилить. Как-то так получилось в итоге. У Бёрнинга броня уже, кстати, 1-1 грейды, между прочим, есть. ЛЗ идёт вперёд, Бёрнинг идёт вперёд. Синее пламя есть уже у братка. Синее пламя это вообще жесть. Димаг, совак, на мой взливает, не очень хорошая идея. 57 ЛЗ лимита боевого, у Димаги 62. И по 41. Вот смотрите, вообще равные боевые, вообще равные, кстати, абсолютно. Но у Димаги Роучи больше здесь в бою будет, потому что у ЛЗ только дома они заказываются, понимаете. И другое дело у Бёрнинга циклонов побольше. И у него броня есть, у братка 1-1 пока только в продакшене. Но Линги, мне кажется, не зарешают. Будет пуш. Насколько успешно получится. Тяжело на ХГ зайти. Здесь ещё проход-то такой узкий. Просто жесть, какой узкий. Попробую сюда влезть. Залезает ЛЗ. Ох, собаки на синем пламени сливаются. Клоны снизу-то же плевают. Собаки накидываются, но на Димагу прям жесть как-то. В итоге вынуждены отступить. Но тут до конца надо заходить в таком пуше. Отступать здесь уже не вариант вообще точно. Ну что, браток с Димагой пушит сейчас в ответ, похоже, будет. Нет, ЛТФ не работает на этой карте точно. Может на другое будет какой-то работать. Тут просто 2 на 2 проблема, что некоторые карты, ну как-то они нестандартно работают. Не знаю. Ну это стандартная переключалка. Так, ну браток на бёрнинга тут в тылу заходит. Синим пламенем серьезный урон можно нанести. Еще браток контролил бы гелионов своих, было бы хорошо. Ну даже так погорело, рабочих немало. ЛЗ тут в забегании, кость попытался сделать здесь синее пламя, здесь всего дофига. Ну калево, сгрыз это так себе, честно. Тем более, что у братка 2-2 доделывается. Ой, печаль. Здесь вторая атака, которая нивелирует 1-1 ЛЗ полностью, грейды. Ну помимо атаки, броню нивелирует, вообще хлам. И здесь лучше будет, короче. Впереди будет по апгрейдам и по лимиту, и по всему, браток. Зимага это очевидно. Ну тут и так все очевидно уже, что все плохо. Здесь же и танк есть один. Цех четвертый у братка. Накого так наглеть-то, так вот базу ставить, прям жесть. Хотя в 2 на 2 так и наглеют зачастую. Пошло мясо, демага с братком заходит, ГГ, ЛЗ пишет, вообще здесь просто стиралить. И с лица земли происходит. Вторая карта, нам уже на этот бой 7 не расстраивайтесь, еще будет минимум 3 карты, а может быть и больше. И с лица земли. И с лица земли. Так. Так. Продолжение следует... 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 Так, ну тут третий баз занимает, уже у демаги третья готова, у ЛЗ уже третья не просто готова, она качается, у нее даже рабочих чуть побольше, чем у демаги, но вот берлинг что-то проседает, у братка 44, у братка 37, ну это понятно, почему, потому что братка цеха-то раньше была, в итоге это выливается в то, что у братка 2 армори раньше, у братка факторки раньше, получается. Берлинга тоже 2 есть, я понимаю, надо вот на таких картах, надо пораньше делать турецкой, видите, прилетела мута, и чем ее отогнать-то, е-мое, вообще нечем отогнать, просто нечем. Теряет берлинг рабочих, ядра идет, королевы идут, идут циклоны, надо Тора брать сюда, Тор приходит, еще 2 рабочих минус, буха, с точки сбора кривая, блин. Ну, Тор объясняет, конечно, Тор объясняет, муталискам всегда замечательно, но уже 20 лимит, братка, берлинга, разница. Чуть-чуть, пока что берлинг, ну, а понятно, что так получается, что его просто шатают, как бы, постоянно. Ну, вообще, в этом, ну, вот, если смотреть чисто статистически, он пока слабым звеном вырвет в команде ЛЗ и берлинга. Так, минус муталиск, еще один, нет? Не, не минус, королева еще падает, уже у вратка и демаги больше даже, чем у ЛЗ, у каждого. Гелики тут катаются, возможно, даже дроб какой-то будет, не знаю, ну, пока сдаваться рано Броберлингу с ЛЗ, естественно. Гелики тут катаются, возможно, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Они очень хорошо, ЛЗ встречает муту, надо отойти, гидрой, немножечко назад, под спорку, что ЛЗ и делает. Демага на халяву, пока ЛЗ тут камни убивал, гидру славил, блин. Братка уже 125 лимит, что-то вообще дофига стало. Браток вообще вперед поехал, холбатая циклона танки у него вперед. И это можно отсюда засиджиться и просто третью базу тирана уничтожить, например. О, здесь, оказывается, что не прикрыто, туреток нет, ничего нет, демага шатает, ЛЗ где-то там не успевает, гидрой. Ну, еще самого шатали. В итоге занимает позицию, браток здесь сидит. О, это 3-0, ребят, подъехало, по-моему. Спускается ЛЗ, спускается Бёрлинг, сушите, отбились даже, я смотрю. У ЛЗ хороший даже лимит такой получается. Здесь две спорки есть, ЛЗ правильно сделал, что вторую добавил, перестраховался. Ну, демага находит уязвимое место, раньше спорок до хата не достает, вы видите сами. Гидры маловато, муталисков многовато. Муталиски уничтожают все. Ну, как-то у демаги с братком очень сыграно смотрится, играет. В отличие от ЛЗ Бёрлингом. То есть, постоянно где-то не успевает то один, то другой прикрыть друг друга. А демага там с братком просто тут вообще все прекрасно получается. Бёрлинг аж прогнал отсюда все. Демаги 155 уже и вообще нафиг. Минус ЛЗ хата здесь, короче, гидры не хватает. У Бёрлинга там Торы непонятно где находятся, где они. Пока они дойдут, тут быть пару медиваков, чтобы их возить. Кубик медиваков не видно тоже нифига. Так, опять выход от воротка, теперь танков уже больше. А танчики нещут. Надо выходить вниз позицию. Вот здесь ксилнагу очень важно держать в центре, блин. А пацанам тяжело держать. Бёрлинг тут туреток добавляет, вороток сканет, демаг залетает, ёма. Буквально, я не знаю. Тора надо оставить было здесь, и все, поэтому можно было зарешать. А то муту бы, но нету Тора. Регистриц уже муталисков 34. Либераторов можно было бы настроить из-за нее. Они значительно мобильнее, как бы, муту разносят в хлам. Пришел Бёрлинг к базу. Останет здесь по 170 лимит, а здесь мяч значительно. Обложили уже, обложили уже демага. 10 брудов пилит сейчас. У него 200 почти лимита. Мута и залетает, чисто воздух играет, получается. Ну всё, бруды, танки, мута, парень. Пошло мясо, последний бой. Он трудный самый. Но не для демаги с братком. Здесь брудлингов спам просто невероятный. Это сзади танчики стоят. Зелень брудов ЛЗ накидывают. Но бруды живут, притягивают, пытаются. Здесь юнит вообще с брудлингами практически дерутся. Вообще мясо жестко. 13 фпс, но вроде понятно, что происходит. То, что ЛЗ отлета АС Бёрлингом и пишут ГГ, вообще дичь какая-то просто. Да вайперов-то добавил, отволку-то чего. Да они вторым номером играют и ничего сделать не могут. А отбиться нормально они не могут. Вот в чём проблема. 3.0 пока что. 4.0 пока что. 4.0 пока что. 5.0 пока что. 5.0 пока что. 5.0 пока что. 5.0 пока что. Моин記得. 6.0 пока что. 5.0 пока что. Так, ребят, все, вернулся к вам У нас, ребят, карта номер 4 Есть вероятность, что она может стать последней Потому что 3-0 демага с братком ведут 3-0 демага с братком ведут Затопленный город, где молнии бьют Карта, соответственно, браток с демагой сверху Демага с 17-ю хату газпул играет Браток в 2 газа, барак, стандартный Дымага с Антони Зд푸лить Так, почти, почти Не считается, только почти Это Бёрнинг Нерасторопный Бёрнинг Нерасторопный Марик, чёрт побери Идёт и получает здесь Больно от Рипера А его в итоге нечем убить Просто Рипера-то оказывается Вот, с юнитов боевых и нет вообще У Бёрнинга с ЛЗ Придётся спорку ещё встать Всё это надо отменять уже в итоге Так, ЛЗ что-то отменяет Заказывает, отменяет Сколько можно? Наконец-то есть чем Рипера пожечь Всё уходит, блин 0-3 проигрываешь И тебя просто первый говно Рипер Так развлекает двух человек Ну это сразу минус вообще Мораль, злость А злиться нельзя жёстко Так, Овер улетел Димагин на 24 ХП В итоге домой Так, за эволюшн Будут передропы какие-то явно Делается Овер А что же Бёрнинг? Бёрнинг ходит Рипера смотрят Есть 4 гелика, у него 3 пока что Так, здесь танк у братка Да, здесь у братка Танчик есть Ничего себе Бах, как больно Сделал танк гелионом Сейчас неприятно Абсолютно неприятно Передроп к братку будет Кстати, танчики здесь Оборонительное Оборонительный стиль От Димаги с братком Передроп на мейн Собачий, смотрите Идёт от ЛЗ Димага идёт отбиваться На срочно ЛЗ бежать Пробочих врываться Пытаться Чё-то ничего не убило ЛЗ в итоге Зато все, кроме одной собаки Спаслись Так, здесь СЦ тоже готово У тебя братка СЦ нет, по-моему То есть это Пуш Это Роучелинга Реводжера Пуш У братка Марик и Танки То есть возьмут Васаду Они, походу Димага с Бёрнингом Димага с братком Бёрнинга С ЛЗ сейчас Здесь по 4 циклона строить Это тоже опасно очень От Бёрнинга У него вторая цеха есть уже Здесь тупит братка Рипер летает Просто мимо рабочий Просто взял и мимо пролетел Всего вообще К Зергу прилетел У Бёрнинга Уже гелики выдвинулись На перехват Ну а Димага идут вперёд Сейчас с братком Два танка в Сич Первый циклон выходит Один циклон Боюсь здесь не спасёт А три спасёт Интересно Ну три могли бы Могли бы спасти Но пока чуть непонятно Им происходит ЛЗ сливает всё У Димага очень много Роучи циклоны Бьются Против Роучи Очень хорошо Но Тяжеловато Отбиться Позиция провальная Какая-то получается Танка Три Похоже на 4-0 Это очень ребят Сильно Прямо нереально Похоже От циклоны Танки Просто Отрывают Нафиг Даже если отобьются Это ГГ Всё равно Они специально Отобьются А они не отобьются К сожалению ГГ Ребята Ну чё Надо стоп-старт Делать Походу Без задержки Возвращаться Я так понимаю Поздравляю Димагу С братком Сейчас вернусь К вам Димагу